Опасное вождение. Пожалуй, это словосочетание известно нам всем. Но почему человек идёт на этот, казалось бы, осознанный путь? Что это? Желание самоутвердиться, выделиться на дороге или всё дело в том, что он считает себя избранным? Тем, кто может позволить себе такое вождение. Когда человек лихач на дороге, он обращает на себя внимание. В глазах окружающих и собственных глазах он хочет самоутвердиться, показать, что он может и так, что он относится к тем, кто может себе позволить вот так вести себя на дороге. В отличие от большинства, которые это не делают. Но вот он относится к тем, кто считает себя, вероятно, избранным, к тем, кто может себе так позволить по-хамски ездить на дороге, потому что, вообще-то говоря, он внутренне по-хамски ведёт себя. И это проявляется не только за рулём, это проявляется везде. Конечно, последствия не заставят себя долго ждать. И, как итог, страшные аварии, отненные жизни, поломанные судьбы. И это ещё не весь перечень тех ужасных событий, которые могут принести несоблюдение элементарных правил дорожного движения. Выполняя вот эти дрифты, выполняя очень рискованные вещи на дорогах, человек подвергает страху других людей. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, в хадисе сказал, Не допускается мусульманину, чтобы он нагнал страх на другого мусульманина. Эти правила внедрены для того, чтобы облегчить людям вождение, чтобы препятствовать возникновению всяких трудностей на дорогах и возникновении аварий. Это всё придумано для того, чтобы люди спокойно жили и не вредили друг другу. В конце хотелось бы сказать, что всё-таки автомобиль – это в первую очередь средство передвижения. И если каждый из нас будет использовать его по назначению, то жить станет намного безопаснее.